Добрый день! Сегодня мы снова возвращаемся к теме очистка источных вод. Предыдущий ролик вызвал большой интерес, я получил много вопросов. Сегодня попытаюсь на них ответить уже не сидя за столом, а здесь на примере установки двух моделей станции, о которых я говорил. Начнем с Твери и с вопроса, как устанавливать станцию при высоком уровне грунтовых вод. Вот сейчас перед нами станция Твери, она вот таким образом задекорирована. Вы видите, она находится практически в уровне земли и уровень грунтовых вод здесь буквально 15-20 см от этого уровня. Начальный уровень земли здесь был немного ниже, земля была подсыпана. С тем, чтобы с целью спрятать эту установку. Сейчас мы ее попробуем. Не заглядывал я в нее с позапрошлого года. Вот так творится, я не знаю. Вот здесь у меня щиты, потому что ходить по ней просто так нежелательно. Крышка может провалиться. И обратите внимание, этой установке уже 12 лет. Это старая модель. В ней крышки все находятся на одном уровне. Это старые установки лучше, чем новые. Мне они нравятся больше, потому что подняв все крышки, можно добраться до внутренностей. И обслуживать их достаточно легко. Проще, чем когда средние запаяны и доступ только через крайние камеры возможен. Вот вы здесь видите, у меня пленка постелена. Те, кто помнит прошлый ролик, я говорил, что запахи могут проникать. Они у меня здесь и проникают. И так получилось, что труба фановая у меня находится с другой стороны дома. Она достаточно высокая. Выполнена полтинником сопротивления достаточно высокая у нее. И все запахи, которые образуются в установке, они стремятся выйти по короткому пути непосредственно из нее. Потому что до этой трубы им идти довольно далеко. Вот с этим приходится бороться, накрывая установку пленкой. Старые модели, может быть, говорить сейчас и некорректно, вы ее не найдете. Но у кого старые модели, те, наверное, с этим сталкиваются. Потому что новые, вот этим проникновением запахов грешат меньше. У них жесткая обечайка сверху из трубы. И приподнятый над общим корпусом короб, который не так подвержен воздействию со стороны грунта. Он меньше подвержен деформации. Поэтому крышка там прилегает плотно. Так, ну вот, собственно говоря, наша станция. Что здесь можно сказать по поводу высокого уровня грунтовых вод? Здесь грунтовые воды очень высоко. И при таком уровне грунтовых вод вам не грозит самотечная установка. Установка будет обязательно насосная. Последняя камера, с которой вода насосом выбрасывается на грунт. Здесь же установлена розетка влагозащищенная. Кто-то написал мне, что гниют провода. Ну вот, 12 лет, не гниют. Делайте грамотно ввод и ничего с вашими проводами не будет. Приемная камера, труба в нее выведена на большой глубине. Поэтому здесь тоже насос для того, чтобы перебрасывать стоки уже в отстойник. Вот это самый технологичный вариант станции с двумя насосами. Если у вас приемная труба выведена низко, то вам без промежуточной камеры не обойтись. Иначе вы не сможете пользоваться всей высотой перегородок в станции. И вам из этой приемной камеры нужно будет насосом подавать воду в первую приемную камеру. Ну и при большом уровне грунтовых вод потребуется насос, который будет выбрасывать воду практически на грунт. Потому что если у вас будет самотек, то при таянии снега, при дождях, у вас станция будет заливаться той водой, которая будет поступать сверху. Чуть-чуть превысит уровень, и ваша станция будет полная. Поэтому первое правило, если у вас уровень грунтовых вод высокий, то забудьте о самотечной станции. Она вам не грозит, у вас будет только станция насосная. Как здесь организован выброс воды из станции? Видите, станция находится вот там, в 5 метрах от меня справа. От нее проложена полипропиленовая труба с уклоном. Вот сюда к забору. Доходит она вот до подобия вот этого колодца. Вот она здесь из металлической трубы. Вот эта труба заканчивается краном. Если мне нужно проверить, работает ли насос, я просто открываю здесь кран, и мне не нужно копаться с той трубой, которая выводит стоки уже в дренажную канаву. С дренажной канавой здесь все тоже не очень просто. Она здесь как таковая отсутствует. Вот сейчас мы находимся со стороны дороги. Видно, что никакой дренажной канавы здесь нет, однако стоки я отвожу очень успешно. Здесь проложена вдоль забора дренажная труба, перфорированная, в геотекстиле, 63-я. Ее объема вполне достаточна для того, чтобы принять залповый сброс от насоса объемом приблизительно 150 литров. Почему достаточно? Потому что на всем протяжении дренажной трубы, понижение от места выброса до ее окончания, метр двадцать, очень большой уклон. Он на глаз не заметен, но он есть. В общем, все, как видите, достаточно просто. Основная цель, основная идея установки станции при высоком уровне грунтовых вод, та, чтобы у вас выбросная труба была выше уровня возможного грунтовых вод при таянии снега и при ливне, чтобы в станцию обратно не заливалась вода. Как я уже говорил, на выбросной трубе нельзя устанавливать обратный клапана, потому что там будет стоять вода, и она замерзнет. Труба прокладывается с уклоном в одну сторону или с переломом, если у вас недостаточной глубины для того, чтобы она не выстреливала слишком высоко. Как только насос прекращает работу, вода стекает обратно в станцию, которая в трубе. Если у вас труба с переломом, то она от перелома разольется в разные стороны. Вот и все. Вопрос мне задавали по поводу корзины, которую я предлагал вешать, чтобы отлавливать нерастворяемые предметы. Всякие палочки, предметы гигиены и тому подобное. Говорили, что она сгниет. Не сгниет. Вот здесь у меня ершовая загрузка. Ершики висят на проволочках. Проволочки, правда, оцинкованные, но тем не менее, они стальные. Сгнили они у меня за 12 лет. В прошлом году я менял ершики. Не так страшно, не так быстро гниет корзину. Поэтому корзину решите, избавите себя от многих проблем. Легче будет чистить станцию. У меня вот здесь корзины нет, потому что приемная труба выведена очень низко. Труба, подающая стоки, выведенная глубоко. Это часто встречающаяся ошибка. Многие строители выводят ее на глубине 1 метр. Это делать категорически нельзя. Но поскольку такая ситуация имеет место, то производитель, идя навстречу потребителю, делает станции в более глубоком расположении. У топаза это называется лонг. У Твери, не помню как, но они надстраивают колодцы над камерами. И эти колодцы позволяют заглубить ее ниже обычного. Если раньше в Твери можно было только до 30 сантиметров трубу вывести, то сейчас, по-моему, до 90. Но в любом случае, если строители вам будут прокладывать трубу глубоко, проследите за тем, чтобы они этого не сделали. Оптимальное положение трубы канализационной 20-30 сантиметров от поверхности земли. Глубже не надо. Не надо бояться, чтобы в канализации что-то замерзнет. Там не мерзнет ничего. Стойки, которые вы туда попадаете, они обычно к самой холодной температуре 20 градусов. В холоднее не бывает. И они не стоят в трубе. Они протекают, и труба стоит пустая. Там мерзнуть нечему абсолютно. Еще один момент, на который мне возразили. Помните, в прошлом ролике я рассказывал, что трубу от компрессора для Твери нужно перед входом в Тверь поднимать, для того, чтобы ее не затопило. Тверь вашу может затопить до уровня земли практически. Ту, которая с принудительным выбросом. Так вот, в эту магистраль воздушная вода попадет и замерзнет. Человек пишет, нельзя делать никакие подъемы, потому что будет скапливаться конденсат. Ну, во-первых, вот она труба, которая лежит уже много лет у меня воздушная. Это я сделал для того, чтобы продуть. Ну, мало ли, там действительно конденсат соберется. Так вот, эта труба у меня поднята вот здесь. Здесь выше уровня максимального возможного затопления. И все работает, ничего не мерзнет. Да, по закону физики, тот теплый воздух, который компрессор забирает у вас из дома, попав в холодную среду, пар, который в воздухе содержится, должен конденсироваться. Но дело в том, что конденсироваться он может, но он попадает туда в таких небольших количествах, что его компрессором высушивает. И тот теплый воздух, который попадает в трубу, греет и саму трубу и пространство вокруг нее, поэтому там все время тепло. Опасности образования конденсата никакой нет. Ну и плюс ко всему, даже если вы не сделаете вот эту петлю перед самой станцией, она у вас все равно где-то есть, потому что из дома от компрессора труба у вас упадает в землю, а потом она, пройдя под землей, должна будет подняться к станции. Вы не сможете сделать это на одном уровне. Поэтому вот такой мешок у вас в трубе будет всегда. Поэтому еще раз возвращаюсь к этой мысли. Если вы ставите дверь, обязательно сделайте подъемную петлю от компрессора перед входом в станцию. Сейчас посмотрим еще одну установку. Тоже с высоким уровнем грунтовых вод, но немножко с другим принципом. А, прежде чем мы туда пойдем, важный элемент контроля. На приемной трубе установлен тройник, и контрольная труба выведена на уровень земли. Для чего это делается? Возникли у вас какие-то проблемы. Вы хотите посмотреть, в каком состоянии станция, затоплена она или нет. У вас здесь сугроб вот такой. Вам не нужно ее откапывать. Вы поднимаете заглушку отсюда и видите, что творится у вас со станцией. Если воды здесь нет, как вот сейчас я показал, значит станция работает нормально. Если вода есть, значит надо брать лопату и откапывать. Но летом это не страшно, а зимой копать лишний сугруз не очень интересно. Итак, идем смотреть еще одну установку. Уровень грунтовых вод. Вот то, что я и говорил, 20 сантиметров от поверхности земли. Вот еще одна установка. Вот она стоит слева от колодца. Ее видно. Приподнята она над уровнем земли. Здесь вообще весь дом приподнят. Вот отсюда видно, дом стоит на бугре. Бугор этот насыпной. Грунт взяли из цоколя, который выкопали, и из пруда, который с той стороны дома. Порядка 200 кубов вот с них насыпали вот этот вот бугор. А уровень земли, естественно, тот, на котором мы сейчас стоим, приблизительно полтора метра ниже. И уровень грунтовых вод здесь можно увидеть по той воде, которая перед входом в подвал. Вот она. Я не смог избавиться от воды полностью, но когда ее заливало вот до суда, у меня топило подвал. Мне пришлось проложить дренажную трубу. Вот от этого места, которое я только что показывал, до забора приблизительно 50 метров. И на этих 50 метров я обнаружил перепад 2 сантиметра. Этого оказалось достаточно для того, чтобы убрать воду до этого уровня. Ну, а дверь мне пришлось ставить выше. Эта модель уже новая. Видите, крышки здесь приподняты. Вот те обечайки жесткие, о которых я говорил, которые не позволяют запаху выходить. Поэтому здесь я уже избавлен от необходимости упаковывать ее в полиэтилен. Эта дверь уже не воняет. То есть, с этим они справились. Не такая большая беда запах из твери. Как же она у меня здесь установлена? А, кстати, вот здесь еще полиэтилен, который я запас для того, чтобы ее закрыть. Но он так и не понадобился. Вот отсюда хорошо видно, что дверь стоит намного выше, чем мы находимся. Приблизительно на полметра. Стойки оттуда подаются тоже насосом. Я самотечные не очень люблю, потому что могут быть ситуации, когда она может быть затоплена. Стойки подаются насосом через трубу ПНД. И вот где-то здесь, вот где-то здесь эта труба переходит опять в дренажку, опять в 63-ю, и вдоль забора выходит в дренажную канаву с той стороны. Там уже дренажная канава есть, но практика показала, что вот на этом расстоянии все, что выбрасывается. Отсюда эта дренажная канава не доходит, а фильтруется по дороге в землю. Туда доходит вода только вот из этой трубы ПНД, когда я сливаю бассейн. Там 100 кубов, насос приблизительно 2 куба в час подает. Вот эти 2 куба не успевают дренироваться, и тогда у меня есть дренажки льется там вода. Вот здесь вдоль всего забора эта дренажка проходит. Вот здесь есть гравийная ловушка объемом приблизительно полкуба. Это для того, чтобы, если там не будет дренироваться, чтобы основной стоп воды оставался здесь. Мне не хочется, чтобы люди видели, что у меня там что-то выливается. Это всегда вызывает какие-то нервные потрясения у соседей, поэтому я лью, все, что я лью, остается у меня практически на участки. Ну и здесь опять контрольная. Не могу сейчас вытащить. Смотровая труба. Проверить, в каком состоянии находится гравийная засыпка. Есть там мыл, нет там мыла, дренируется, нет ли. я могу включить насос и посмотреть, как быстро уходит вода, поступающая в эту гравийную ловушку. Ну и здесь вы видите идея та же самая. Выброс механический, не самотечный, хотя здесь можно было сделать самотечный, но в моей практике есть случай, когда самотек замерзал. Когда очень лениво стоки выходят из трубы и они постепенно намораживают. Помните, я вам говорил, что не стоит беспокоиться о канализационной трубе, по которой стоки текут. Они протекли и мерзнуть там больше нечем. Те капельки, которые там остались, они и замерзают. Они растопятся в следующей порции стоков. А вот то, что вытекает из канализации имеет уже меньшую температуру и гораздо быстрее остывает. Потому что ближе к поверхности находится. Трубу, которая выбрасывает стоки, мы обязаны расположить как можно выше. По причине того, чтобы ее не заливало и для того, чтобы объем самой станции не уменьшать. Если мы его опустим в самотечной системе, то у нас соответственно понизится и объем самой всех камер. А нам нужно, чтобы там было три куба для того, чтобы мы могли принять куб. По поводу расположения станции близко или далеко от дома. Вы видели, как установлена та, прям совсем рядом с домом, и как установлена вот эта. Та установлена менее неудачно, потому что она находится в зоне, которая активно используется. Здесь это задний двор, здесь это не так важно, но все равно станция стоит близко. Поэтому при возможности станцию устанавливаете как можно ближе к дому. Но если у вас дом например стоит посередине, то не стоит лепить эту установку посреди лужайки. Тогда будете сдвигать ее к забору, но знаете, что у вас с уклоном будет уменьшаться объем станции, потому что трубу вам нужно будет опускать ниже. Ну и вот эти проблемы с морозным пучением, с возможным изменением уклона трубы, тоже сбрасывать со счетов нельзя. Вот еще один пример установки. Вы видите, удачное расположение возле забора и вот эта сторона дома будет использоваться очень неактивно. Будем говорить так, задняя часть. С точки зрения подключения станции здесь все было очень удобно. Фундамент свайно-винтовой, трубу можно было проложить как угодно. Ну и дренажная труба проложена в сторону забора. Здесь удачный случай, там уже никого нет, стоки отводятся в лес. По-разному можно решать вопрос, куда отводятся стоки. Бывает такое, что с одной стороны дорога, которая выше уровня участка, с трех сторон соседи, под которых лить некрасиво, чтобы избежать скандалов нельзя. Тогда у нас с вами стоки выводятся на поверхность грунта, делается следующим образом. Мне нужна карандаш. Если у нас с вами вот эта станция, вот это уровень земли, отсюда мы с вами выводим трубу выше уровня земли и декорируем эту трубу грунтом. Получается следующее. Вы льете воду ваше стойке практически на поверхность земли. Налили, но их никто не видит, потому что они сверху засыпаны. Устраивать дренажные колодцы никакие не нужно. Это все глупость, потому что дренажные колодцы переполняются. Все равно вы будете иметь проблему залива станции из дренажного колодца, как бы высоко вы не вывели трубу в этот колодец. Только выше уровня земли. Ну и тогда получается дренажный колодец не нужен. Многие считают, что его нужно сделать, чтобы потом поливать огород. Не надо. Мы с вами не в пустыне живем, у нас достаточно воды для того, чтобы не поливать свой огород неизвестно чем. Смотрите, стоки, которые выходят из станции, непонятно, что содержат. По крайней мере фосфор, фосфаты там есть. Возможно, там есть остатки моющих средств, содержащих хлор, ничего неизвестно что. И вы вот это будете выливать на свой огород, а потом будете это есть. Я бы этим заниматься не стал. Поэтому в какое-то место ближе к дороге вылили и забыли, ничего там не сажаем. Ничего полезного в этом нет. Я видел, посмотрел один ролик, в котором какой-то мальчик демонстрировал то, что он пьет, то, что выходит из станции, из последней камеры. Ну, на мой взгляд, это глупость. Мы теперь, наверное, должны вправе ожидать гонку идиотов, которые теперь должны уже пить воду не из отстойника последнего, а из аэротенка, ну и, наверное, верховный какой-то идиот, который начнет из приемной камеры воду пить. Оказывается, что все это хорошо. Не надо ни пить воду, ни поливать свой огород. Потому что смотрите, что вас может ожидать. Вот эта станция сейчас работает некорректно. Показывай, Саша. Ну, во-первых, ее закопали очень, очень глубоко. На всех этих станциях есть верхний зеленый пояс, ниже которого станцию погружать нельзя. А с крышкой не открывается, приходится держать в руках, она должна откидываться. Ну, и в чем некорректность работы станции? Пена, которая здесь образовалась, черный осадок. Выше подними. и во всех камерах черная вода. На мой взгляд, здесь первое, что в чем ошибка, это очень сильное бурление. У нас вот эта чернота, это активный ил, который перемешивается. Ну, и вот здесь вот последствия затопления станции. Вот там есть вода, вот ее сейчас видно. вот последствия замыкания на розетке видны. К чему сводится обслуживание станции? Здесь все очень просто. Когда вам заворачивают несколько тысяч годового обслуживания, можно с этим не связываться. Вот это, вот этот шланг, с него сбрасывается заглушка, и в ведро из него выливается активный ил. Все очень просто. Не стоит платить деньги. Единственное, только если вы не захотите. Вот видите, как нужна вторая рука, а у меня крышка закрывается. Если вы только не захотите сюда лазить, вы будете платить деньги. А всем остальном это все достаточно просто. Ну, и теперь по поводу того, что можно в станцию лить, а чего нельзя. Это самая большая наверное группа вопросов. Вот видите, бумага нерастворенная сюда попала. Вообще, вообще бумага имеет право попадать в станцию, она растворяется, не надо устраивать рядом с вашим унитазом корзинку, вот с этими симпатичными бумажками. Все должно идти туда. Что? станцию не должно попадать. Не должен попадать туда хлор, который содержится в отбеливателях, в доместосе, в любых моющих веществах, содержащих хлор, их количество нужно ограничить. Если у вас небольшое количество хлора попадет в станцию, он там не убьет все, он сделает работу станцию хуже, но она будет продолжать работу. Весь вопрос в том, что вы додольете. Вот мне один человек здравую мысль, вопрос, там здравая мысль прозвучала, что когда мы переезжаем из города на дачу, то мы везем с собой все городские привычки. Нельзя их сюда везти, к своей канализации, возможности которые ограничены, нужно относиться более бережно. Не надо туда подавать то, что может убить ваши бактерии. Пожалуйста, ферри, мыло, так называемые павы, поверхностно активные вещества. Мойтесь, не печальтесь ни о чем. Но если вы там будете мыться больше, чем может станция принять, она перестанет работать. Если вы будете постоянно что-то стирать и отбеливать и мыть унитаз доместосом, то ваша станция работать не будет. у вас ожидать вот такая пена и черные стоки. Поэтому ограничивайте те стоки, которые попадают туда. Жироуловители надо ставить или нет задать вопрос? Не надо. Не лейте туда масло из казана. Вылейте его в какой-нибудь Саш, как называть где-то гниют эти травы? У нас там это стоит. Я поняла, не помню. В общем, вот куда вы косите траву, для перегноя биомасса, где у вас перегнивает, компостная куча. Вылейте ваше масло на компостную кучу. Завет вопрос, можно ли прокисший суп вылить в станцию? Можно, но не нужно. Туда должно попадать то, что вами уже переработано. Продукты в чистом виде надо выливать на компостную кучу. Вот и все. Все очень просто. Сейчас я попробую зачитать вопрос, который мне прислали. Так, что можно сливать? Нельзя? Да, туалетная бумага, пожалуйста, от стиральной машины ограничить. Можно ли пускать слив от посудомоек и стиральной машины? Можно, да, о чем уже говорили, только без хлора. Не надо сбрасывать в станцию промывку из фильтра воды. Да, значит, промывку от станции водоочистки, не станции очистки стоков, а станции водоочистки, отправлять вашу канализацию не надо. Не потому, что там что-то содержится, что убьет бактерии вашей станции, а просто там большой объем стоков. Обычно на промывку уходит литров 300, может быть, 500. Нечего им делать в станции, поэтому лучше мимо. Какую химию можно использовать для мытья посуды, полов, сантехники? Любую, которая относится к поверхностно-активным веществам и содержащим хлора. По поводу жироуловителя, стоит ставить или нет, можно обойтись без него. Жироуловитель ставить не надо, то небольшое количество жира, если вы не моете казаны в день, может переработаться теми бактериями, которые находятся в станции, а жироуловитель вам потребуется, если у вас предприятие общественного питания. Только на них обычно жироуловители ставят. В домашних условиях это не нужно. То же самое касается и уловителя песка. Если вы моете сапоги и картошку, то вам понадобится. Если нет, то то небольшое количество песка, которое там будет, вы удалите раз-два года. Жир, жир уже было. Не является ли минусом Твери шум от компрессора, который стоит в доме? Да, компрессор шумит, гудит, но никто не заставляет вас ставить его в спальне. Обычно компрессор находится в котельной, котельной где-то в углу дома, и ничто не мешает компрессору там стоять. Не ставьте его у себя над головой в изголовье вашей кровати. Возможна установка септика твер при заглублении в одной трубы на 1,2 метра. Нет, невозможно. По-моему, метр сорок максимальная глубина для топаса, а для твери, по-моему, метр девяносто. Хотя могу ошибаться. Слово септик надо брать в кавычки. Это вполне определенный тип лос, но этим словом называют нынче любую лос. Топас и тверь это в первую очередь аэриационный лос, а не септики. Ну, вот тут я хотел бы возразить, мне не нравятся вот такие вот люди, которые придираются к словам. Дело в том, что язык стремится к сокращению всегда. и тверь и топас это не аэрационные станции, прежде всего, а станции биологической очистки, потому что там и аэрационные, и аэробные, и анаэробные процессы присутствуют. Поэтому здесь гражданин тоже ошибается. Все мы привыкли называть станции септиками и когда я обращаюсь к обычным людям, они понимают о чем я говорю. Когда между собой разговаривают специалисты, поверьте, никто из них не говорит лосс или станция биологической очистки. Это называется станция или бочка или как-то еще, но так, что это становится понятно всем. Локальное очистное сооружение или станция биологической очистки это для докладов, для каких-то семинаров. Мы же все привыкли называть копировальные аппараты ксероксами, хотя ксерокс это всего-навсего одна из моделей. И никто вам не скажет, если вы ничего, если вы на внедорожник скажете джип, потому что все к этому давным-давно привыкли, поэтому не надо обращать на это внимание. Ну, вот так нормы языка вот они сложились таким образом и на этом надо остановиться. Американцы, например, сильно удивятся, если они узнают, что мы полагаем, что у них есть Гудзонов залив. Они знают этот залив как залив Хадсона. Так, как насчет железобетонных септиков типа Экосепт. Ни в коем случае не стоит связываться с железобетонными септиками. Это большая масса, это большие затраты, а результат будет точно такой же, как и при установке пластикового. Металлические тоже не нужны. Металлическую пятерку вы опустите при помощи двух-трех рабочих, а пластиковую металлическую вам придется опускать при помощи крана, и она будет гнить, что бы вы не сделали. Так, тройдянис. Тройдянис очень интересная концепция. Не тверь, не топаз, а тройдянис. Крайнее мнение. Не хватает конусной станции типа тройдянис, чтобы хватить все виды станции. Конус позволяет эффективно и быстро откачивать заблуждение. Станция тройдянис вся конусная. Этим она отличается от прочих, но она не очищает ничего лучше, и откачивать ил как из плоского дна, так из конуса вы будете совершенно одинаково. Тройдянис только повторил то, что есть уже в топазе. Там тоже есть конус. Конус нужен для того, чтобы мы отделяли ил активнее. Когда у вас вода поднимается вверх, то вначале в узкой части конуса она движется быстро, а потом медленнее-медленнее и успевает осаживаться. Хотя это тоже мелочи. И тот конус, который в Тройдянисе, и тот конус, который в Тапасе, они не работают так, как они должны работать. А в Тройдянисе там крутится вода вот так, и толку от этого конуса никакого нет. Вообще Литва это не законодатель мод в инженерных системах. Они нам сделали котел Старопова замечательный, который не работает. Теперь вот станция Тройдянис. Ничем не лучше, не хуже. Поставить ее будет то же самое, что Септик, Тапас, Юбас, Тверь, не важно. Кстати, по поводу вопроса мне возмущается, а почему вы не рассказали вот об этом Септике, об этом, о том. Их много обо всех рассказать невозможно. Я взял для рассказа самые популярные. Поставил Евролос, Пио-12, нет компрессоров, запаха пока нет. Да, значит, приводят люди примеры. Сосед поставил Тапас, воняет. Другой сосед поставил дверь, воняет. Ничего не будет вонять, если вы будете эксплуатировать правильно. Вот то, что я сейчас здесь показывал, неправильно настроено, оно будет вонять. Владимир, чтобы посоветовали, в моем случае, когда в летний сезон на даче живем постоянно 4-5 человек, а с осени по весну приезжаем только на уходные, то 2-3 человека на участке высокий уровень грунтовых вод, особенно весной. Что бы я посоветовал? У нас 4-5 человек живет, значит, ставьте пятерку на один куб, который рассчитан на 5 человек. То, что она не будет получать достаточно столько в зиму, ничего страшного, она как-то перезимует, и потом вы приедете и будете эксплуатировать ее с четвером в пятером полноценно, так как она и рассчитана. Сайт АК-47 Благодарим за оказанное доверие, проект официально закрыт. Я хочу обратиться к сайту АК-47, мне интересно, почему закрыли, потому что станция мне очень понравилась вот это интересное решение с насосом, ездящим в корзинке по уровню воды, почему закрыли, странно, неплохая, хотя она и полиэтиленовая, но тем не менее, мне кажется, что ее можно было бы продвигать. Твердые фекальные массы, попадая в корзину, не будут перерабатываться должным образом, а ватная палочка полетит через корзинку, а так спасибо за обзор, но не пролетает через мелкую ячейку ватная палочка, а фекальные массы будут перерабатываться, если взять тот же УПАНОР финский, там корзина с крупной ячейкой, но там геотекстиль, и там все перерабатывается, разбиваются фекальные массы той водой, которая постоянно поступает в станцию, ничего там не задерживается. Корзина, если она не из полимера, нержавейки, сгниет через 3 месяца. Ну, не сгниет, я вам показывал ершки, которые 12 лет отработали, тоже металлические. Не так быстро гниет, как кажется. По поводу затопления топаз эксплуатируется 6 лет, если отключили электричество, ее переполнить нельзя, потому что насос тоже отключается. При переполнении вода в туалете уходит очень плохо, в этот момент наступит раньше, чем сработает сигнализация. Основная проблема сыпчика в волос, попадая, забивает рлифт или насос, соседу установленной станции по конструкции в последнем вашем ролике этой станции не хватает очистительной способности, идет запах, людям пришлось подбирать моющие средства. Вот смотрите, идет запах, пришлось подбирать моющие средства. Изначально они были подобраны неправильно, пошел запах. По поводу того, что невозможно затопить топаз, человек основывается на своем опыте, затопить его можно, затопить можно любую станцию, той, которой есть принудительный выброс. Самотечную тоже можно затопить, когда у вас, как я говорил, обмерзает выходная труба, постепенно уровень льда растет, вода начинает все медленнее и медленнее, перебираться через этот ледяной валик, и она может заморозить в итоге всю трубу, потому что на выходе из станции стоки уже около нулевой температуры, они очень быстро замерзают. А по поводу того, что у вас станция затоплена не самотечная, а принудительная, ну тут очень легко, сломался насос, поплавок за что-то зацепился, отключили электричество, ничего не зацепилось, но у вас вода сетевая поступает поселковая или из города, вы будете пользоваться без света туалетом и затопите станцию, поэтому это не так сложно, затопление станции, вот здесь мы видели последствия ее, это довольно частая причина поломок. ролик, как с умом обслуживать топаз для тех, кто уже выбрал геморрой с трубочкой, ну вот я показывал здесь эту трубку, которая снимается и выливается активный ию, ну и раз в несколько лет нужно посмотреть, какие металлические шарики или что-то такое тонущее попало на дно вашего топаза, откачать и посмотреть, что там находится. Так, про перегибы сказал, у меня участок расположен на скале, нет ли возможности углубиться под землю, можно ли ее установить на поверхности, скала начинается глубине 30-40 сантиметров от верхнего уровня земли, у некоторых производителей есть станции наружного исполнения, зимние, они утеплители, стоят очень дорого, но при необходимости такой станции воспользоваться можно. И в заключение, как обычно, резюме. я вам показал установку трех станций. На самом деле это очень мало, способов установки гораздо больше и они зависят от условий, от ваших потребностей. Самым правильным в вашем случае, если вы не разбираетесь в том, как выполнить эту установку, будет пригласить специалиста, который, послушав то, что вы хотите, предложит вам наилучший вариант. Их, еще раз повторяю, этих вариантов много. Ни один дурачок написал под прошлым видео, что Владимир рассуждает так, потому что, наверное, у него нет ни топаза, ни твери, и он основывается на одной части теории. У Владимира большая практика установки разных станций, и даже имея такую большую практику, я не могу вот сейчас взять и сказать, что надо ставить вот так, или нужно поставить вот так. Это каждый раз решается индивидуально. Кому-то нужен колодец, кому-то нет. У кого-то есть рельеф на участке, у кого-то нет. У кого-то углон в одну сторону, у кого-то в другую, у кого-то соседи со всех сторон, и дорога выше уровня участка, или у кого-то грунт, который хорошо тренирует воду, у кого-то плохо. В общем, это все надо смотреть. И вот, когда ко мне люди обращаются, например, зимой, говорят, мне нужно установить станцию, я говорю, подождите, сойдет снег, посмотрим ваши уклоны, посмотрим ваш грунт, увидим, где стоят лужи, и тогда примем решение. Не только от грунта, это уклон, зависит еще от того, как вывести трубу от вашего дома, на какой глубине она заложена, если ее вывели. В общем, вопросов, на которые ответить нельзя без осмотра объекта много, будете устанавливать, вы можете воспользоваться той информацией, которую вы услышали в этом ролике, но в любом случае, рекомендую, не занимайтесь самодеятельностью. Ну, а если решите, то все-таки проверьте себя несколько раз, прежде чем начнете копать яму. Ну, и, как обычно, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, расскажу все, что осталось неясно и уверен, что мы с вами вашу станцию в итоге поставим так, что она будет вам служить долгие годы, не будет доставлять вам неудобств. Всего вам доброго!